В каждой школе обязательно должно быть организовано горячее питание. Замена его сухопайком недопустима. В санитарных правилах закреплены наборы продуктов, из которых должно состоять меню школьных обедов и завтраков. Важно учитывать количество белков, жиров и углеводов, микроэлементов и витаминов, а также калорийность блюд. Понятно, что белковая составляющая – это у нас рыба, мясо, молоко, молочные продукты, творог. То есть вот это вот белковая составляющая. Значит, обязательно клетчатка должна быть. И поэтому это овощи, фрукты обязательно тоже входят в обязательный набор продуктов. Углеводистая составляющая должна быть. Поэтому в небольшом количестве. В блюдах важно исключить большое содержание соли и сахара. Кроме основного меню, если есть необходимость, в школе должно быть индивидуальное меню для детей, которые нуждаются в диетическом или лечебном питании. Плановые проверки в стране отменены. Внеплановые проверки и профилактические мероприятия Роспотребнадзор проводит в течение года. В среднем каждую школу посещают лишь один раз. Поэтому огромную роль в контроле за организацией школьного питания ведомство возлагает на родительские комитеты. В ходе своей работы родительские комитеты могут оценить меню, могут анкетировать, привести анкетирование, что нравится ребенку, что не нравится. Посмотреть по количеству несъедаемой пищи, что больше не нравится детям. И посмотреть, в каком формате находится обеденный зал. Первое, на что важно обратить внимание – соблюдение гигиенических норм. В столовой должно быть чисто, персонал в перчатках и масках. Если родители видят, что какие-то блюда школьники не едят, меню можно пересмотреть вместе с руководством школы. А вот если выявлены нарушения, нужно обращаться в надзорные органы. На сайте регионального Роспотребнадзора есть специальная форма для обращения граждан, где можно оставить жалобу.